Тагильчанка стала жертвой интернет-аферистов. В социальной сети «Одноклассники» подруга пригласила ее принять участие в акции, которую объявил один из банков в честь своего юбилея. В сообщении указывалось, что все, кто зарегистрируется на сайте организации, получат в подарок по 2000 рублей. Подруга предложила свою помощь и попросила назвать данные карты для перевода денежных средств. Женщина приняла заманчивое предложение. Насторожилась обманутая только тогда, когда произошло списание 2000 рублей. Однако подруга заверила, что по окончании акции деньги будут возвращены. Повторное снятие уже большей суммы серьезно обеспокоило тагильчанку. Она позвонила подруге. И только в разговоре стало понятно, что от имени подруги действовали злоумышленники, которые взломали ее страницу в социальной сети. Они же обманом похитили у женщины в общей сложности 11 тысяч рублей. Практически ежедневно регистрируются преступления с использованием интернет-ресурсов. Так называемое интернет-мушенничество. Они подразделяются на различные категории, где звонят гражданам, либо отправляют смс, что ваша банковская карта заблокирована. Также различные сайты продаж автозапчастей, какие-либо аксессуары по сотовым телефонам. Также граждане приобретают, оплатив товар, не прочитав отзывы о сайтах и так далее. При получении таких сообщений сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не называть номер банковской карты и тем более цифры на обороте. Также рекомендуют осуществлять продажу или покупку товаров и услуг только через проверенные сайты. В случае совершения мошеннических действий незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по месту жительства или по телефону 02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова